сегодня у нас 19 октября 2023 года обзор некоторых экзотических фруктов на это время начнем с красномясых сорт сирена это поздний летний сорт созревает где-то в середине августа но уже в октябре он еще съедобен и прекрасно до этого времени сохранился у меня вот такая вот интенсивно красная на плоды выше средней величины сейчас взвесим один плод вот этот пример 180 грамм довольно таки для этих экзотики это крупный плод мякоть у них кисло-сладкая сочная с преобладателем кислоты таком приятно свежайший вкус а ну на любителя если кто кислоту не выносит то и тяжело переносит то плоды эти конечно противопоказаны лучше все использовать в салатах или переработки они как имеют такую мякоть красную могут использоваться в кухонных целях сорт прекрасно хранится вот уже летом созрел еще и до 19 октября прекрасно сохранился сорт ранне зимний сорт или позднее осенью это джерси обычных хранилища хранится до нового года и она раньше выходит из хранения вот такой тоже имеет плоскую круглую форму плоды весом 147 среднем весом 140 грамм где-то есть поменьше плоды 120 грамм вот такие хорошие красивые окраски мякоть у них кисло-сладкая освежающий вкусом при полном созревании такая становится более нежной одессу это зимний сорт на данный момент он кисло-сладкий преобладаем кислоты но концу хранения где-то до февраля приблизительно хранится может и дольше он уже преобладает более такую гармоничную освежающую вкус такой освежающий сейчас мякоть довольно такая плотная вот этот крупный плод взвесим 176 грамм поменьше плод возьмем скажем вот этот плод такой 140 грамм вот такая вот такой весь одессу средний вес такой но они приблизительно все эти сорта одинаковые си имеют средний вес и очень ружейные эти клоны и клоны сорта вот эти все очень ружейные требует нормировки чем больше нормировку сделаем тем крупнее будут плоды чем эти характерные сорта довольно таки они устойчивые иногда незначительно могут поражаться каким-то болезням так вот все плоды как мы видим чистые такой прошу особо не поражался именно эти сорта ну эти сорта такие как из серии экзотические фруктов на узкого потребителя обычно на их пользу кухонных таких целях следующий сорт это густова это классика это зимний или поздне зимний сорт у нас в их условиях плоды такие вот средней величины 140 грамм небольшой плод ну так довольно весистый 140 грамм это 156 грамм на вид такие небольшие плоды украска такая у них на данный момент все мы зеленого то желтое из таким кирпично красными полусатым румянцем на части плода мякоть твердая плотная при созревании такого пряного очень приятного вкуса довольно сочная или среднесочная сорт star soul это поздний осенний сорт в наших условиях плоды такие встречаются так один экземпляр ну такой за 370 грамм а при загрузке урожаем если дерево плодоносящее то плоды выше средней величины вот такой окраски такой пряного освежающего вкуса кисло-сладкость с прибылатым сахаром в обычных условиях хранятся где-то до ноября месяца иногда дольше до декабря в наших условиях плоды прекрасно этот плод большой сохранился ну это сматочное дерево плод такой star soul при выведении культуры на плодоношение показатели будут немного другими плоды будет возможно при загрузке поменьше и надо смотреть как он показывает да в наших условиях пока этот сорт очень достойный следующий интересный сорт это golden colono так меньший плод весим 219 грамм дерево небольшое но дают такие вот увесистые плоды 320 грамм вот такие плоды желтые еле заметным таким бледным румянчиком еле заметным вот здесь румянец побольше солнца было много в этом году 260 грамм вот этот пункт уже созревает практически полностью желтые golden colono ну ладно мы понаблюдали за этим сортом это довольно интересный сорт планируем его размножать несколько деревьев два дерева такое контрольное в разных питомниках следующий сорт из таких экзотических фруктов рубинета rosso на 19 октября уже практически съедобно но еще чувствуется кислота хранится он до февраля в хранении кислота уходит мякоть у него такая желтая такая длинная плодоножка интересная плотная но нежная сочная и с таким мандариновым ароматом очень сладкая сахара очень много на данный момент мы только сняли то плоды еще имеют кислоту надо полежать еще из таких сортов противоречивых на скажем яблочном форуме есть сорт карнавал у нас это сорт показал превосходные характеристики по товарности по вкусовым качествам прошлом году до апреля до конца апреля в прошлом году он хранился у нас наряду с такими сортами как фуджи до брэбурн и другие там гранисмит гранисмит до весны хранится там вот эти другие сорта поздне зимние у нас были амброзия амброзия канзи да он наряду с этими сортами да он прекрасно хранится даже дольше хранится ниже группа джунаголда те чуть раньше выходит с хранения реализуется карнавал на меня такую краску если посмотреть а так вот этот плод от вот такими интересными полосами да у нас там маточники посадка загущена он не набирает такой характерный для него до краски вот 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 этот плод прекрасно набрал надо дать были бы с этим он еще набрал эту клуб ну даже хранение до меня как вот этот плод такой своеобразный это тоже вот такой полосатый есть но здесь уже размито пошла на то требуется конечно но должны сказать должны сказать такой тоже похоже должны сказать так средний вес здесь им плод должны сказать что он обладает высочайшими вкусовыми товарами качества 200 198 грамм плод такой мяко такая плотная белая хрустящая сильным пряным ароматом с легкой кислотой да и довольно таки нежно при созревании превосходных вкусовых качеств отличный сорт вот мы собрали тут еще урожай а то при ящике ящик аромат сейчас будем вести в хранилище вот такие плоды карнавала вот своеобразный плод да тут такой краски такой нет так как у нас очень загущенные посадки это с маточных насаждений где наш мы проводим исследование наших сортов таких площадей у нас нет огромных нескольких гектар там ну сорт карнавал так и все с этими сортами а еще один сорт из тех что мы новых сортов нашей коллекции это сорт малахит чем характерный этот сорт ну на разных там деревьях мы посадили там группу деревьев он так что это темно-зеленый такой где солнце тут чуть-чуть такой румянчик темный пока плоды на разных деревьях разные были вот такой сейчас крупный плод взвесим вот такой зеленый 260 грамм это такой громадный плод малахит дерево среднерослое замечено скороплодность очень высокая даже плоды цветочные почки закладывают в питомники когда выращиваем саженцы и может плодоносит даже на в год посадки у нас он заполоносил на второй год дал такие несколько плодов пока не разнокалибранные деревья еще слабые и нет сил в таком дереве чтобы вытянуть урожай потому пока тебе не характерное плодоношение когда я набирать силу тогда он покажет себя что можно сказать что скорее всего это зимний или поздний зимний сорт пока поскольку это новинка коллекции то мы не можем так детально что-то сказать за него прохраним посмотрим дадим описание вот такой малахит румянчик такой на солнечной стороне немножко загар такой есть вот такой сорт малахит пока понаблюдаем вот этот сорт приобретел к эту желтизну же малахит ну понаблюдаем такие ребра интересные сорт малахит будем наблюдать поражение болезнями так особо не наблюдалось еще несколько то ржавинность тут такая будем наблюдать это такое первое плодоношение в питомнике и сказать конкретно пока еще что нибудь рано за этот сорт как малахит то да совпадаем с названием ну наблюдаем дальше всем здравия мира благополучия и успехов садоводствия и и все самое наилучшим